Приветствую вас! Вот вы пишете о том, что вам нравится один парень, но он во мне не так сильно заинтересован, как я в нем. Вот давайте мы сразу с вами на этом и остановимся. Если есть заинтересованность, ваша в нем, то вы, соответственно, можете как-то охарактеризовать эту заинтересованность. Что это по сути? Симпатия, любовь, влечение, может быть что-то еще. Подумайте. В любом случае, любовью это, наверное, можно назвать вряд ли. Вы же сами, я надеюсь, это понимаете. А если вы считаете, что это любовь, то тогда что есть любовь? Любовь – это стремление, желание сделать человека счастливым безусловно. И не важно, с вами он или без вас. А если вы хотите, чтобы он был обязательно с вами, то тогда получается, что вы в нем пытаетесь для себя что-то найти. Возможно, вы как раз таки пытаетесь с помощью него убежать от своего страха. Страха того, что у вас ничего в жизни не получится. Вот и давайте попробуем с вами подумать. А почему же вы этого боитесь? Что в этом такого страшного для вас? И скажите, вам всего лишь 18 лет, а вы боитесь, что у вас ничего в жизни не получится. Произошло ли это? Один парень – это не те мужчины в вашей жизни. Если вы будете правильно строить отношения с этими мужчинами, если вы будете правильно позиционировать себя по отношению к этим мужчинам, если вы будете выстраивать свою линию поведения так, что на вас будут обращать внимание, то мужчин у вас будет очень много. Другое дело, с кем из них вы вступите в отношениях. Но это уже другой вопрос. Для этого нужно, во-первых, перестать бояться, что у вас ничего не получится в личной жизни. У вас все обязательно получится. Далее, продумать женскую модель поведения вам и подумать, какой мужчина вам нужен. Вообще, просто, какого мужчину вы бы хотели видеть рядом с собой. Дальше, подумать, почему вы так заинтересованы в мужчине, который не заинтересован в вас. И вы из-за этого переживаете. Что вы хотите через него положить? Какие потребности через него вы хотите удовлетворить? Вот об этом нужно подумать. И над этим всем нужно разомняться. В этом направлении вам нужно двигаться. Далее, вы пишите следующее. Когда в твоем окружении происходят какие-то отношения, гуляют, переписываются, общаются, то у меня же ничего. Зачем и для чего вы сравниваете себя с другими людьми? Эти люди выставляют на показ только внешнюю, самую верхнюю часть того, что у них происходит. Вы не знаете, может быть, когда вы видите, как они общаются, после этого они идут и начинают ссориться. Вы хотите жить так же? Вы хотите жить так же, как другие? Почему вы сравниваете себя с другими? Зачем вы ориентируетесь на других? Вы настолько не уверены в себе? Или вы чего-то боитесь? Вот с этим тоже нужно разобраться. Вы понимаете, что нужно жить одним днем и радоваться жизни? Нет, это неправильно. Не одним днем нужно жить. Нужно ставить цели. Нужно планировать свою жизнь. Но планировать ее нужно самостоятельно, без ориентации на кого-либо. На людей, на друзей, на мужчин, кого бы то ни было. Вам нужно заниматься своей жизнью и понять свои потребности. Знаете, сейчас отношения для вас – это определенное средство, чтобы быть такой же, как все в вашем окружении. А отношения, к сожалению, так не работают. Отношения, любые, это естественная форма развития взаимодействия двух людей, основанная на деятельности по поводу чего-то общего. И если мужчина в вас не заинтересован, значит, вы не интересуете его как женщина, не потому что вы плохая, а просто потому что каждая женщина может дать что-то свое. И вы не можете, по мнению мужчины, дать то, что ему нужно. Но если вы поймете, что ему нужно, вы можете ему это дать. Значит, вам необходимо для себя определить, зачем вам отношения. Вам необходимо для себя определить свои интересы, свои потребности. И именно на них обращать свое внимание. Подумайте. Если бы в вашем обществе не было бы таких вот отношений, когда гуляют, переписываются, общаются, вы бы чувствуете себя лучше, верно? И молодой человек вам уже не нужен. Значит, у вас потребность быть в обществе. Потребность быть таким. Идеальным социальным индивидуем. А зачем вам это? Почему вы хотите быть такой, как все? Почему вы считаете, что социальные ценности, общественные ценности, это истина в последней инстанции? Об этом тоже нужно подумать. Я рекомендую вам личностный рост через работу с психологом. Я рекомендую вам проработку неуверенности в себе. Я рекомендую вам поднятие собственной самооценки. Я рекомендую вам деятельность по реализации своих интересов. Я рекомендую вам меньше думать о других. Больше думать о себе и больше делать то, что вам нравится, прислушиваясь к себе. То, что сейчас происходит, это зависть. Вы завидуете. Но чему вы завидуете? Об этом тоже нужно подумать. И если говорить о мужчинах, то, чтобы заинтересовать мужчину, можно, во-первых, продумать для себя модель женского поведения, такую модель, которая бы максимально соответствовала вам, а ее нужно выбрать. Либо, а и, прошу прощения, и понять, что этому мужчине вообще нужно. А также уметь быть слабым, уметь позволить мужчине проявить инициативу там, где нужно, и четко понимать свои потребности. Еще раз это повторю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.